Привет, друзья! Ставьте лайк, а также обязательно пишите свой комментарий под видео. Поехали! В США система не дала Трампу узурпировать власть. Известный российский журналист и писатель Виктор Шендерович в эфире радиостанции «Эхо Москвы» сравнил действия государственных органов после президентских выборов США и Белоруссии. Если бы Трампа не было, то его, наверное, нужно было бы выдумать. Который очень хорошая лакмусовая бумажка для оценки демократии и как системы ее проблем, ее достоинств. Есть такое понятие «контрольная группа», «контрольный замер». Есть в качестве контрольной группы ситуация в Белоруссии. Давайте посмотрим. Базово одна и та же ситуация. Глава государства не хочет уходить от власти. Глава государства проиграл выборы и не хочет уходить от власти. Это то, что объединяет Трампа и Лукашенко. Дальше начинаются очень важные подробности, как это происходит при демократической системе разделения властей. Лукашенко проигрывает разгромно и не признает результаты выборов, и ничто ему не мешает не признать результаты выборов. У него дрессированный избирком дрессированные суды. Ему подчиняется ОМОН силовой структурой полностью пресса. Он узурпировал власть. Трамп, может быть, тоже хотел бы узурпировать власть. И даже пытался. Уже сейчас, в прошедшем времени. Но система ему не дала. Вся эта ситуация, в сущности, гимн демократии. Гимн инструменту демократии. Разделению властей. Смотрите, он ведь хотел всего лишь просил у своего товарища по партии республиканской 11 800 голосов нужно было. Но посчитай, найди. Тот не смог найти, потому что он понимает, что он пойдет под суд. Под независимый суд. Если попробует фальсифицировать выборы, он понимает, что система работает, что за ним есть. Дальше. Трамп не может подчинить суды. Избирком посчитать не могут по-другому. Республиканец отказывается считать по-другому. Суды явно откажутся ложиться по Трампа. Отказали. Он не может наслать никакие эскадроны смерти, ни на каких демократов. Он не может начать сажать, уничтожать и сбивать своих противников. Никто не выполнит этот приказ. Трамп, каков бы он ни был, проиграл американской системе демократической. Разделению властей. Сегодня ночью Байден признан избранным президентом США. И Трамп, как миленький, как мышка, сказал, что он передаст мирно. Почему он сказал это? Потому что он прямо несет ответственность за гибель людей. Он велел идти в Конгресс, его можно рассмотреть, эту речь, как хейт-спич, который повлек непосредственно гибель людей. А это очень серьезная вещь. Есть практика Верховного суда американского. Можно говорить все, что угодно, хоть куклусклановские речи. До тех пор, пока это не представляет непосредственно, это практика правоприменения в Верховном суде США, пока это не представляет непосредственной опасности жизни. Вот можете что угодно, российские речи говорить, куклусклановец. На здоровье, свобода слова. Но если в результате вашей речи толпа пойдет или не чует кого-нибудь, вы несете ответственность. На этом я с вами прощаюсь. Подписывайтесь на наш канал, жмите на колокольчик, а также не забудьте перейти на наш сайт, странички в Инстаграм и Фейсбук. Ссылки в описании.